Эвакуация мирных жителей из Курской области. Солдаты ВСУ вторую неделю ведут боевые действия на российской территории. То, что с начала полномасштабного вторжения России весь мир слышал от жителей Украины, бегущих от бомбежек, сегодня практически слово в слово повторяют россияне. Остались дома, не остались. Ничего у нас связи нет даже с нашим домом. В понедельник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил на заседании Ставки. Он доложил Владимиру Зеленскому о том, как идет операция на российской территории. В ходе нашего наступления на территории Курской области на данный момент под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. Наши подразделения выполняют поставленные задачи. Практически по всей линии фронта идут бои. Ситуация под нашим контролем. Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию на фронте. Его обращение было опубликовано 12 августа, в 24-ю годовщину трагедии, случившейся на российской атомной подлодке «Курск». Мы видим, как Россия действительно прогрессировала при Путине. 24 года назад произошла катастрофа Курска, ознаменовавшая символическое начало его правления. Теперь мы можем увидеть, как будет выглядеть его конец. Это также Курск. Катастрофа его войны. Также Зеленский напомнил, что из Курской области Россия наносит удары по территории Украины, в частности, по Сумской области. Справедливо уничтожать российских террористов там, где они находятся. Откуда они наносят удары. Российские военные аэродромы. Российскую логистику. Мы видим, насколько это может быть полезно для приближения мира. Россию нужно принудить к миру. Если Путин так хочет продолжать вести войну. Тем временем, из населенных пунктов Украины, находящихся в непосредственной близости к российской границе, также ведется эвакуация жителей в центры, расположенные в Сумской области. У меня уже нет ни физических, ни моральных сил. Просто уже каждую ночь не спишь, ждешь, что вот сейчас прилетит, сейчас прилетит бомба, а куда упадет, непонятно. По заявлению Владимира Зеленского, с 1 июня Сумская область подвергалась российским обстрелам более 2000 раз. С 6 августа, когда украинские военные начали атаку Курской области, все заговорили не только о том, как такое вообще стало возможно, но и об ударе возмездия Кремля. В США не исключают, что Москва может повторить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Отдельные эксперты полагают, что ударом могут быть подвергнуты так называемые центры принятия решений, в первую очередь столичный Киев. Путин же на совещании по ситуации в Курской области заверил, что ответ России будет, цитирую, достойным. Мои коллеги собрали некоторые мнения о том, как может ответить Москва. Прошла ровно неделя с момента появления первых сообщений о том, что ВСУ пересекли границу России в Курской области. И, судя по всему, их продвижение продолжается. 12 августа на заседании российского совбеза в Новоогарёво Владимир Путин обозначил цели КТО, цитата, «выдавить противника с наших территорий». Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Однако, как именно это случится, до сих пор не ясно. В настоящее время, помимо одной бригады морской пехоты и одного мотострелкового полка, никаких регулярных частей в Курской области нет, сообщают аналитики. Судя по всему, сейчас они пытаются обойтись, так сказать, малой кровью, то есть не снимая серьезные большие подразделения с фронта. Они направляют в Курскую область в основном всяческие батальоны, так называемые добровольческие. Как отмечает эксперт, у этой стратегии есть как преимущества, так и недостатки. То есть, с одной стороны, это даже небольшой плюс для российской армии, потому что каждый вот этот батальон, заняв свое место на фронте, он будет активно воевать с небольшими украинскими группами, которые как раз разъезжаются по Курской области. Но, с другой стороны, это все очень большая слабость. Они же отличаются тем, что у них относительно регулярной армии меньше тяжелой техники, меньше артиллерии. Часть артиллерии им вообще недоступна. Плюс непонятно, как у них налажены между собой взаимодействия, между этими отдельными всеми подразделениями. Какое командование там тоже до сих пор непонятно, да. На этом фоне сообщается, что координатором КТО в Курской области могут назначить генерала Алексея Дюмина. Это подтвердил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов. Дюмин – помощник президента и секретарь Госсовета, а когда-то он был телохранителем Путина и губернатором Тульской области. На совещании Совбеза в понедельник он тоже присутствовал. Не знаю, насколько он может повлиять на ситуацию, но так или иначе, в любом случае, создание какого-то единого органа командования, оно просто неизбежно. И для этого фронта наверняка будет создана отдельная, как они называют, группировка. Все эти войска, которые сюда переброшены, они просто будут объединены в одну группировку. И будет командующий. Дюмин ли это будет или кто-то еще, не знаю. Владимир Путин также заявил, что одна из целей противника – остановить продвижение российских войск в Украине. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. Однако, как отмечает эксперт, делать выводы о влиянии этой операции на события на востоке Украины пока рано. Так как регулярные части с фронта под Курск пока не перебрасываются. Даже вот эти небольшие псевдодобровольческие батальоны, они вряд ли находились прямо в тылу и ничего не делали все это время. Они тоже были какими-то резервами, где-то они поддерживали регулярные части. То есть уже ослабление фронта-то потихоньку идет. Просто оно так быстро не сказывается. При этом в международной прессе пишут, что ответный удар Москвы может быть нанесен и за пределами России. Агентство АФП, ссылаясь на украинского чиновника, сообщает, что Россия готовит масштабный ракетный удар по центрам принятия решений в Украине. Таким, как, например, правительственный квартал в Киеве. Роман Зеленский, который только вчера подтвердил операцию ВСУ в Курской области, говорил, по сути, про то, что Курск станет финалом для президента России Путина. Заявление, прямо скажем, громкое. Но есть ли такая же уверенность и у рядовых украинцев, с учетом того, что Москва или тот же Путин тоже заявили, что ответ будет и будет достойным? Я сейчас цитирую президента. Что говорят рядовые украинцы про операцию под Курском? Мне кажется, ни в украинской прессе, ни в соцсетях, ни среди рядовых украинцев нет ощущения, что операция в Курске – это некое генеральное сражение. Потому что никуда не девается Покровский, Таецкий, Хайковские фронта. И поэтому война продолжается. Вряд ли кто-то рассчитывает, что она закончится вот так. А что касается Курска, очевидно, это игра слов, связанная с тем, что вчера была 24-я годовщина гибели подводки Курск. И учитывая, что Владимир Зеленский, наверное, его спичраят из того поколения, которые очень хорошо помнят, как в Украине распринимали эту трагедию, понимает, насколько большая дистанция между 2000-м годом и сейчас. Потому что сейчас Украина сама топит российские корабли, и никто по этому поводу не расстраивается. 24 года назад все было совершенно иначе. – Роман, ну а населению вообще как-то объясняют смысл этой операции ВСУ под Курском? Ведь одно дело зайти, другое – удержаться. Ну и ответ Москвы может быть очень серьезным. Исходя из вчерашних заявлений, одной из целей является защитить Сумскую область от ударов, которые по ней наносились, вот из Курской области. С одной стороны, это действительно может быть так. С другой стороны, сейчас интенсивность ударов по Сумской области увеличилась. Об этом говорят само же Сумской АВА. И вторая цель – это увеличение обменного фонда, так как вчера Зеленский и до этого даже несколько раз говорил, что количество военнопленных увеличивается. У Украины растет обменный фонд. И учитывая, что некоторое время назад обмен между Россией и Украиной несколько застопорился, и одной из причин может быть то, что в российском плену украинцев больше, чем россиян в украинском. Теперь эта ситуация может быть несколько исправлена, и, возможно, в ближайшее время процесс обмена возобновится. Это тоже может быть одна из целей. Но важно. Сегодня спикер украинского МИДа Георгий Тихий в каком-то смысле повторил слово Зеленского про так называемую защитную зону, но сказал, что никакой аннексии Курской области не будет. То есть сценария возвращения в родную гавань, вспоминая опыт Крыма и других украинских областей, его не будет. Украина вряд ли будет проводить какую-либо аннексию, и сейчас действительно стоит цель удерживать там войска, насколько это получится. А вот получится ли это уже в ближайшие дни станет, наверное, понятнее. Роман, внутриполитические темы в Украине, которая третий год живет в режиме военного положения, отошли на второй план. И, тем не менее, как реагируют, реагируют ли оппозиционные украинские политики на операцию под Курском? Учитывая, что пока Курская операция считается успешной по своему эффекту, как минимум потому, что она действительно поднимает дух и украинцев, и украинской армии, критики среди политиков я пока не встречал, даже скорее наоборот. И представители, скажем так, КРУА предыдущего президента Порошенко поддерживают эту операцию, в частности, нардеп Гончаренко публично ее поддержал. А, например, есть нардеп, который участвует в этой операции, он служит в украинской армии, и он фракции ГООС, по-моему, Роман Костенко его зовут. Он лично перешел границу с Россией. Поэтому, если говорить о политическом фоне вокруг операции, то сейчас ее все поддерживают, потому что она успешная. Если что-либо изменится, я допускаю, что может быть изменение позиций. Но пока это не наблюдается. Роман, спасибо. Напомню нашим зрителям, что на связи с Боном из Киева был СОПКОР ДОЙЧЕ ВЕЛИ в Украине Роман Губа. Российские войска, которые медленно, но верно продолжают продвигаться на востоке Украины, почти неделю не могут взять под контроль ситуацию в Курской области. Как вообще стал возможен такой масштабный прорыв в ВСУ, в результате которого более сотни пострадавших, в том числе дети, и более сотни тысяч внутренних беженцев? Заиграть, как выразился президент Путин, ситуацию не удастся, но разбор полетов, похоже, отложил до лучших времен. Силовики же в ожидании, на кого возложат ответственность за такой серьезный провал. Еще один вопрос, почему границу с Сумской областью Украины так плохо охраняли, а среди тех, кто охранял, было столько ничего не умеющих солдат-срочников. В связи с этим матери срочников призыва 23-24 годов неделю назад выпустили петицию с обращением к Путину вывести их сыновей из Курской области. Напомню, что ранее президент России обещал не задействовать срочников ни в боях в Украине, ни решение, принято в марте этого года, в первом эшелоне охраны госграницы. Сергей Дик продолжит тему. Такие ролики сейчас расходятся в социальных сетях. На кадрах, как утверждается, пленные российские военные срочной службы. В плен они попали после того, как силы ВСУ зашли на территорию Курской области. Срочники активно использовались, так скажем, в боях первых дней. Это точно известно уже. Их даже специально, судя по всему, отправляли в бой, чтобы прикрыть границу. То есть они не только там находились, но и их сознательно командиры отправляли. Во всяком случае, так сами пленные срочники говорили. И, на мой взгляд, значительная часть тех пленных, которых показывают украинские военные сейчас на видео, это как раз срочники. Сколько человек попало в плен, и какое число из них составляют срочники, точно сказать никто не берется. Данные поступают крайне скупо. Телефонный разговор одного из таких срочников по имени Алексей со своей матерью опубликовало издание «Верстка». Часть из них служила в 488-м мотострелковом полку. Они, опять-таки, об этом говорили. И я думаю, что, может быть, несколько десятков, а то и счет уже идти на сотню и больше срочников, они могут находиться в плену. Что вполне понятно, потому что, естественно, ни возможностей, ни опыта, ни вооружений им бы не хватило сражаться на равных с украинской армией, готовой и опытной, и закаленной, так скажем, в боях. Поэтому вполне логично, что они сдавались в плен и не оказывали какого-то прямо серьезного сопротивления. С самого начала российского вторжения в Украину в Кремле обещали, что срочники в боевых действиях участвовать не будут. Но служить на границу их отправляли. А это совсем рядом с местами, где идут бои. Нам все это время поступали сообщения о том, что срочников туда направляют в приграничные территории. Они обеспечивают военную инфраструктуру, они обеспечивают тыловое прикрытие границ, у них боевые задачи. И никто не обещал, что они не должны нести воинские обязанности. Им обещали, что они не будут задействованы в СВО. Но Курская область – это не территория СВО официально, да? Одна из матерей солдата срочной службы написала петицию с призывом вывести срочников из Курской области. К 13 августа, времени, когда ВСУ уже больше недели находились на российской территории, под ней подписались 7 тысяч человек. Но правозащитники не верят, что такие открытые письма способны что-то изменить. Конечно, лучше хоть какой-то голос, чем полное молчание. Но, видя предыдущий опыт, родственник, матерей, жен, контрактников, например, видно, что эти петиции ни на что не играют, ни на что не влияют. И общество, увы, само довело власть до такого состояния, когда оно равнодушно каким-то вызовам, вот этим высказываниям в адрес власти. Пока в Минобороны России никак не комментировали ни захват в плен российских срочников, ни петицию их матерей. Вместо военных это сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев, который в эфире одного из федеральных каналов заявил, что нахождение солдат срочной службы в Курской области это правильно, так как они участвовали и в предыдущих войнах в Чечне и в Афганистане. 1 августа Россия и несколько стран Запада обменялись заключенными. Обмен производился по формуле 1 к 2. Кремль выдал 16 заключенных, большинство из которых россияне. Они были осуждены по политическим статьям. Число таких заключенных в российских тюрьмах и колониях, по данным ОВД-инфо, составляет более тысячи человек. При этом аресты продолжаются. Все чаще на скамье подсудимых оказываются люди за посты в интернете и высказывания против войны. Большинство этих дел широкой публике неизвестны. Активисты призывают писать письма политзаключенным, чтобы хотя бы так скрасить их пребывание в колониях и тюрьмах. Кстати, об этом говорили и те заключенные, которые были освобождены 1 августа и оказались в Германии. Ну а наш Сергей Дик встретился с теми, кто продолжает поддерживать связь с политзаключенными. «Привет из Риги» – так обычно начинаются эти письма. Российские активисты в Латвии призывают писать политзаключенным. Буквально неделю назад самых известных из них освободили в обмен на российских шпионов. Но в СИЗО и колониях еще сотни человек, и большинство их историй малоизвестны. «В поле заключенных несколько сотен в России есть, это по каким-то официальным данным. И из них мы вот так вот, ну как бы на слуху, мне кажется, дай бог там человек 20-30, которых, ну так можно вспомнить и рассказать, и которые как бы являются медийными личностями известными. Им пишут много, да, но подавляющим большинству, к сожалению, пишут мало». Один из тех, о ком нечасто вспоминают – Даниил Кренари. У него прошел обыск по делу о ложном минировании, и Даниил решил уехать из страны, но не успел. Впоследствии его обвинили в сотрудничестве с иностранным государством. Приговор вынесли в апреле этого года. Пять лет колонии. «Его задержали в Гродно. По версии государства, я могу так называть, он там что-то совершил в Гродно, и его экстрадировали в Лефортово. Год и три или год и четыре месяца находился в Лефортово, дальше его перевели к апреле. Сейчас он на данный момент на этапе». Девушка Даниила Ирина пишет ему чуть ли не каждый день. Но кроме нее признается, у Кренари не так уж много писем со свободы, а хотелось бы больше. «Когда мы говорили в письмах, он признался, что спрашивают, а вообще кому-то ли надо это все, что сейчас творится. Нужна ли людям честность, справедливость, открытость в России. Но, скажу я как есть, он говорит, что его дом там, где сможем обнять друг друга, быть в безопасности, в безопасности его семьи». За каждым таким именем своя история. Кто-то просто написал сообщение против войны в социальных сетях, а кто-то сделал репост новостей о трагедиях в Мариуполе и Буче. За каждое такое высказывание в России сейчас можно получить несколько лет тюрьмы. «В тюрьме грустно, я думаю, ни для кого не секрет. Мало хороших новостей. И наши письма и открытки – это буквально такие окна в радостный и свободный мир. Поэтому важно с политзаключенными делиться радостью, чтобы они не терялись во всем этом негативе, в грусти и помнили, что там на свободе ждет счастливый, прекрасный свободный мир, и люди их ждут». Писать письма политзаключенным можно как из Латвии, так и из других стран. По словам активистов, почта по-прежнему работает и открытки доходят. Кроме того, есть и электронные сервисы для переписки. Об этом говорил на первой после освобождения пресс-конференции в штаб-квартире Deutsche Welle Владимир Карамурза. «Пишите политическим заключенным. Сегодня есть для этого все возможности. И обычными почтовыми письмами, есть электронная служба, всем письмо. Наш цифровой гулаг, как написала мне одна девушка в письме, действительно очень удобная служба, без всякой иронии. Пишите письма. Это всего несколько минут из вашей занятой жизни. Но вы не представляете, сколько света и сколько тепла дает этот маленький листочек бумаги, который протягивает надзиратель через кормушку камерной двери. Пишите политзаключенным. Это очень важно». В письмах важно правильно указать год рождения и полностью фамилию, имя и отчество. И, конечно, адрес. Исправительная колония или СИЗО. Продолжение следует...